По состоянию на 1 января 2020 года в Лицком районе было зарегистрировано более тысячи юридических лиц, почти 4000 индивидуальных предпринимателей, 815 физических лиц, которые осуществляют свою деятельность без государственной регистрации, 44 владельца агроусадеб, 51 фермер, более 700 ремесленников. И для ведения бизнеса каждому из них необходима информационная помощь. Получить ее можно на семинарах, куда приглашают и предпринимателей, и специалистов отделов исполнительных комитетов. Но не каждая смелится во всеуслышании озвучить проблему или задать вопрос в присутствии конкурентов. Зная эти тонкости, специалисты Гродненского облсполкома решили консультировать предпринимателей на выездных встречах в формате одного окна. Субъекты хозяйствования получили возможность задавать вопросы специалистам, получать консультацию, либо решить проблему полностью. Открытая приемная для бизнеса в формате одного окна состоялась в Лиде. На встрече присутствовали специалисты санитарной, налоговой и землеустроительной, пожарной служб. Инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, социальной защиты населения, стандартизации сертификации, торговли и услуг, правового обеспечения, туризма и других сфер. До конца года мы планируем посетить абсолютно все районы нашей области и завершим его на территории города Гродно. Первое, что несет это мероприятие, это получение, естественно, субъектами хозяйствования нужной компетентной консультации и решения вопросов. Второй момент, мы анализируем работу в том числе местных органов власти. То есть мы понимаем, где есть скрытые, может быть, недоработки и как нужно посмотреть на то, чтобы исправить это, чтобы бизнес, приходя к местным органам власти, понимал, что он там может получить все то, что ему необходимо. Как показала практика, по другим районам проведены уже Зельва, Воронова, Островец, Моргонь, Ашмяны, Ивье, Новогрудок. Вот сейчас Лида, да? Как показала практика, это мероприятие пользуется спросом. Оно новое и, может быть, еще не все субъекты допонимают суть его проведения, но отзывы очень хорошие по итогу, да? И в предыдущих районах нас как бы даже просили проводить его, ну, хотя бы там один раз в полгода, потому что, ну, говорят, это просто супер, потому что не нужно ехать куда-то даже... Бывают такие вопросы, когда нужна консультация, например, областных служб, да? Ну, и в том числе мы изучаем те предложения, которые бизнес выдвигает по внесению изменений в действующее законодательство. Елена Петикова – предприниматель со стажем. Она знает о значимости таких встреч. Узнав о проведении приемной для бизнеса, нераздумывая, пришла одной из первых со своими вопросами. Собираемся открыть свою агроусадьбу. Появляется очень много вопросов, ответы на которые мы хотели бы получить. На данной вот встрече очень хорошо представлены специалисты, которые могут ответить на все вопросы. Причем специалисты из разных категорий. И иногда, задавая один вопрос, возникает второй, и тут же можно получить, ну, на все вопросы сразу ответы. Андрей Королев занимается набирающим популярность направлением разведением рыбы в собственном водоеме. Для того, чтобы его бизнес приносил прибыль, решил получить консультацию у специалистов. Мы занимаемся в Лицском районе выращиванием ценных пород рыб, форели и осетры. Хозяйство маленькое, мы выращиваем всего лишь 500 килограмм в год. И кроме этого, организовываем платную рыбалку на своем водоеме. И выращиваем овец мясных пород. Сюда пришли, потому что, ну, много всяких у нас вопросов возникает в процессе работы. Ну, вот уже есть положительные итоги. Для того, чтобы сделать испытания на безопасность нашей рыбы, по старым советским нормам и по тем методам, которые используются, нужно сдать очень много экземпляров рыбы. Например, если мы сдадим осетра 25 штук для того, чтобы получить эти результаты, а их у нас всего 100, соответственно, вы понимаете, что никакой бизнес дальше невозможно. Ну, вроде бы нам пойдут на встречу и это дело как-то решат. За три часа встречи, за консультацией и помощью к специалистам обратились несколько десятков лечан-предпринимателей. Все они получили компетентные ответы на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!